И куда едешь, чтобы знали, где искать. Мы с ней сидели, как провели время-то, а? Да. Смотри на неё. Копия появляется. Ну вот так. А это наша синяка. И один котёнок только остался. Сегодня заберут. Вот он. Ой, какой хорошенький. Он такой сейчас стал хороший. Не урони только. Такой стал хорошенький. Троих забрали. Это Любовь Николаевна. Как бы ни она, ни одолго не было. Но у нас и так хватает. Здесь две кошки у нас в доме. Подполы две. Держи крепче. Смотри, грохнется. И там, где мука, две кошки. Так. А! Это что такое? Это вода. И говорит, а теперь говорит, убедите меня, что кот этого шутка. Ну, ты видели, какой у нас? Какой шутка-то? Ну, ладно, что хоть не ударился. А то шею ему свернуло бы. О-о-о! У них же семь жизней. А-а-а. Семь жизней или девять кошек-то. Да. Каждый год. В прошлом году 11 кошек кормили до весны. А весной выпускаем, все не поймут, где они были. Не узнали теперь. Ну, подборота там какая-то женщина подсовывает летом. Вон он, пришел опять. Скажет, что было, я сам не знаю. Вот у священников, в которых монахи, на голове сзади это клобук и такие на два разрезанные. Я говорю, зачем? Ну, так принято. Они знают. Оказывается, одного мучили. Ему порвали все. И он тогда сделал, заматывает лицо. А у них-то этого ничего нет. Я говорю, знаете что, я гальяна плавлю на удочке. И гальян один сорвался. А теперь остальные его спрашивают, ты где был-то это? Не знаете где-то. Я вознеситься начал. И там какие-то страшные чудовища есть. Ну, и теперь что? А теперь я пришел вам рассказать. И вот сейчас вы святые гальяна-то завели. У него губа порвана, у гальяна-то оказалась. Ну, что там спрашивать-то? Иора Гальян. Иора Галяна. Вот так. Ну, еще с вами ехать я не нужен. Я уже туда не касаюсь никак. Но в той комнате начитаны были все книги. Да. В этом доме меня арестовывали сколько раз. В этом доме многие были, можно сказать, чудеса Божьих. Я камеру взяла. Обязательно снимаю. И вот однажды мы там были, а у меня были люди. Ну, я не могу сказать сколько. Но были. А комната, если по окружности взять, тут по стену 12,8 квадратных метров. Там и печка, там и мастерская моя, и Надежда, она там тапочки шила. И тон в студии, 11 магнитофонов крутится. И люди приезжают с вокзала. 11 человек мог положить спать, и никого на полу. Не урони. Поняла, нет? Возьми, посмотри там. Ну и вот, там какие были чудеса. Однажды я насчитывал про одного святого и засмеялся. Исааки Пещерский. Ему там явление какое-то было. Кто-то пришел его брать. Ну, поклонился, а там курьи ножки. Не ангел. Ну и он. Его как стали, как бадминтон играть, с рук на руки демона-то где-то. Утром пришли, Исааки, благослови их, пошли там в город. Никого нету. Давай снова нету. Ну, там разломали, там что, запечатанный был там. Там принимали туда и оттуда грузы от него. И вот теперь его целый год водят. Вначале учить, как это ложка называется. Ложку бери, вот так вот. Вот это рот. В рот тащи. Он не знает, руку опустит, дальше ничего не знает. Тогда настоятель говорит, не трожьте. И он не ест неделю, вторую, третью, трени, глазами хлопает и все. Ну, это не смешное. Но дальше, когда, говорит, он пришел в себя, то отдельно в келью идти не хотел. Ну, мне до того смешно стало. Ну, а потом он все-таки решился, что же я-то побежденный там. Благословился и пошел. А дьявол сядет на трубу, там уже не жжет ему, а дым-то в избу. Так он теперь что? Заскочит на плитах, какая у него была там. Огонь оттуда-то вылетает, ему некуда идти там. Ногами. А Бог сделал так, что огонь теперь ему там жжет заднюю. И он так победил дьявола. И вот я сказал только так. У меня смех. А Надежда Васильев не вытерпала. Тебя тоже искушает урах. Тоже искушает. Видишь, какое дело-то? И в это время, а у меня только одно большое окно с улицы. А никого нету, ночное время. Сразу я выключаю, а я в это время студию у меня насчитываю. Кто может быть? Я же говорил, так можно еще не подходить. Я никому не открываю. А сосед придумал закрывать стенки. А он, может, теперь закрыл. И человек приехал к нам издалека. Что делать? Постояли, поставили. А на улице Пурга. Снег. А окно одно. А дальше там дальше дорога идет. Ах, помолились, открыли дверь. Пошел, вышел. Ровный снег. Под окном никого не было. Вот догадывайся. Как оно-то... Однажды приезжаю домой. У меня племянник был. Рома. И ходили тут ко дне в гости. Ездили на станции. Корч, это, Ребрих, это. Ему понравились такие целлуноидно-маленькие коняшки. И он коня этих приволокся. А я, это был Новосибирский, вернулся и кони. Так, ты что сделаешь-то? При Надежде Васильевне сразу проявляется. И в лагере так же было. Ну что, разбудили, Рома, это твои, да. Он не глядит еще толком. Это ты что сделал-то? Ты лошадей, ворованных, завел ко мне в комнату. А воров Бог преследует. И с тобой вместе я погибну. Одевайся. А у меня сара через дорогу, кава, а железо дороги. Отнесли туда этих лошадей. Утро Надежде Васильевне. Придумайте, какие подарки. Лошадей всех. Поезжайте туда. Отдайте лошадей, заведите хозяевам. И подарки, чтобы они простили нас и благословили. Как ребенка воспитывать? А вот так. Ты помнишь? К Василию ездил. Помню. Все, она. Вот она где. Разные, разные случаи были. Однажды приезжаю. А ширма только у Надежды Васильевны. А у меня нету. Лежу там из-за ширмы, выглядывает один такой. А кто это такой? Ой, это в церкви. Это один человек. Он из Москвы. Он от пьянства лечит. И даже патриарха лечил. Такой человек. А там еще, не знаю, как же товарища Этикова была. Ну, я не знаю. Что же в этом? Меня нет. И вы уже мужика тут завели в дом. Это другой запах совсем. Узнал, как звать, как что. Вижу, вранье сплошное идет. Вот я дам, он мне лекарство. Его прямо скрутит человек вот так. Я говорю, ну, плохо будет. Ну, а потом раскрутит. Ну, ладно. Утром засветились. А у вас-то рогалики есть такие? Продают, как маленькие. Рогалики есть. Я их во сне не видал. Покормили его. А они его приветили по чину патриарха. А мы в это время работали в церкви дворниками. Снег кидать. Я его взял с собой. Бабки там вчера ищать хотели. А они ему деньги дают. Пориси сын сына. Варфоломею, это бы сказать. Надо помолиться. И он избавит. Вот он знает, кто. Пьяница там. В Анифате. Когда он стал вошенником. Я его в храм завел. А сам в снег кидаю. Гляну, он там стоит. Как же быть? А я вчера был в отделе милиции. И наружу видно. Разыскиваются там такие мошенники. И там есть человек из другого милиции. Его там нету. Я его фамилию-то не знаю. Но он у лицо. Но он Луначарского похоже. Это первый министр образования в Пьеринском правительстве был. Знающий такой. И я зашел и говорю там. Сомалерия, я говорю. Там мои милиции такого разыскивают. Ты случайно не пойми. Показывай ему Луначарского. Вырезан там. Он вышел оттуда. В ограду. Через ограду пересвернул. По сегодняшний день. В каком направлении ушел неизвестно. Вот какое дело-то. Это все в этой маленькой комнате у нас было. Я всегда дверь тщательно закрываю. Зашел и сразу. Я вот так вот захожу. А у меня люди приехали. Саканем городка. Режиссеры. Белседы. И человек 11 набилось. Мужчины здоровые такие. Я не закрыл. В это время дверь резко открывается. А тут как заходишь. Маленький тамбурочек. В комнате уже. А нежно висит. Я. Еще нет. Ворвались. Не случайно. В комнату раз. А тут человек 11. И они сразу извините. Я наверное не в ту комнату попал. Были таковские. А если бы я был один. А то у меня был еще один такой. Я. Когда же на дороге был. А там воруют. А у меня две собаки. И однажды я иду. А через дороги таков перейдешь. Там много дорог таких. И там. Моя работа. И вот однажды оттуда иду. И две собаки. Я в уголном розыске занимался. Большие. Восточноевропейская овчарка. Сейчас называют немецкая порода. И гляжу вагон разгружает. Там холодильники. Там ковры. Мясо там вытаскивают. А люди знакомы. Я с собаками. Сидеть. Сразу подошел. Ребята. Немедленно. Сейчас же. Быстро заряжайте обратно туда. А они меня знают. Чтобы ничего здесь не осталось. Вы понимаете? Нет. Дайте слово. Что больше никогда не придете. Я про вас не скажу. Загрузили все утром. А это линейный отдел. Затем смотрят. Утром. Рано уже милиция ко мне стучится. Мы узнали. Что вот такое дело было. Вы знаете. Кто это сделал? Я говорю. Я деньги не получаю. За то что я говорю. А вы получаете. Ищите. Они дали слово. Что их не будет. И правда они ушли. Проходит какое-то время. Ко мне приходят. Отец. Мы так хотим вас отблагодарить. Там ехала машина. Прокинулась. И там воск. Колокол. Который у меня висит. 1784 года. Почти 200 лет. И подарите мне. Ну подарили. Ну куда денешься. Воск. Все. Я их защитил. А они меня. Одна же на меня напали. Они меня защитили. Вот как возвращается это все. Интересно? Да, да. И приду не один раз. А когда в коридоре тебя сосед... Да, уходите, давайте. Слышишь, сосед, когда тебя сказал, с ножом-то вышел. Да. Они мать убили еще. Два хулигана-то. Да. Как они тебя поймали? Эту закрыли. Идет в коридоре стоят. Ну, Надя, тоже все. Сейчас, когда идите, давайте идите. Идите еще рано. Выходим. Вам рано быть здесь. Надо выходить. Мы опоздаем, потому что будет нам пробка. Слушайте, говорит Потеева Любовь Николаевна. Там могут быть ротки. Мне нравится, как она по телефону. Звонит Любовь Николаевна Потеева. Я сразу отвечаю. Слушает Лапкинг, дайте Тихонович. Вы расставляете нас и пойдем, потому что я боюсь, что будет пробка. Я люблю порядок. Меня однажды при допросе сотрудник КГБ был. Майор, кажется, Щепина говорит. Знаете, если Любовь только у нас работает. Себе нужно? Да. Это порядок такой. Я люблю, когда в государстве порядок. А тут-то на меня они осунулись, и не все получается, не сходится. Как они у меня искали однажды. Сколько человек было неизвестно. Ну, как? Они прислушиваются. На подоконник заскочили, не видать. Окно-то одно. А у меня там 12 человек. И вот они на работу, на заводе сестра работает. И я привезли. Она говорит, у меня ключа-то нету. Но мы слышали кто-то там шум. А так, говорит, у нее кошки там. Ну и правда кошки были. Мы дождались вечера. Узнали. Посмотрели через полточку машины, где стоят. То есть пришли арестовывать. Что же сделали? Надо придумать. Были мужчины и женщины. Большое ведро полно наполнили. Идти-то некуда, туалета нету. Мы договорились так. Самого сильного человека ставим впереди. Он идет с ведром, как будто нечаянно. Всех, кто впереди, приводит в чувство, душу. А мы все распределились. Все разбегаемся в разные стороны подвига. Как учил товарищ Ленин. Мы так и сделали. Мне досталось туда с Алешей. И как только вышли, никого нету. С Сашей. Ведро там выписали. И в разные стороны. А нам нужно спуститься. Это пивоварка. И туда там везде деревья растут. И масло за воду. И мы там, где будем. Эй, нет. Они нас захватили в другом месте. А туман был как раз. Алеша говорит. Идут за нами. Вот как камок грядеши, когда они подземелья там шли. Что же делать-то? Мы дошли. Вижу, что калитка. Вот калитка открыта. Вот раз в калитку-то. И эта, которая щеколка-то уцепилась. Я ее держу. А тут сзади подбежал. Дер открыто. И побежали дальше. Я говорю. Нам надо скорее пересечь этот квартал. Там люди где. Мы пробежали огород. У тех огородчик. Через забор. Крыши. Это боевик настоящий. А там оказалась у них внизу огромная собака. И она в конуре спит. Ничего не знает. А проволока бегает. Да, по проволоке бегает собака. Это такая-то. Я-то спрыгнул. А он-то спрыгнул на конуру. Собака-то ничего не знает. Спала. И баба. Я-то добежал до калитки. Он бежит и не видит. Проволока ниже. И он проволоку упирает грудью-то. Когда до калитки только добегает. Она натянула проволоку. Бросила туда к конуре. Наверное собака-то там. Ну мы выскочили на улицу. Только выскочили. Маленько пробежали. С двух сторон нас машины. Сели. Я говорю. Вы что за нами гоняетесь-то? Я думал тут кто? Тут милиция. А вы гражданский. Мы поважнее милиции. КГБ. И сразу домой. Обыск. И вот они там и ищут. Днем интересно. Я вот говорю. Я говорю. Мне надо в туалет сходить. И подполковник меня выводит. Что в туалет подполковник? Это президенты не выводят. А выходи. Надо там подборку сходить. А то надо видеть. Как они обыскивали. И главное набрали свидетелей. Как называют понятые. Свидетели. Один кажется дура. По другой бесчестный. Там или как-то Тупицын. Толи подбирает. Договорящие такие фамилии. Это прям вообще. Ну и искали, искали конечно. Особенно у меня пишущая машинка. Они не могут понять. Она закрыта где? Ну покажите, Игнать Тихонович. Я показал один гвоздик утопленный. Его потихоньку вытаскиваешь. Крышка открывается. Там маленькое сиденье. Я сижу и печатаю. И вот они взяли. Ну ведь. Там под сиденьем что-то есть. Они это раз. И там книга. Как кажется. Павеллина или какого-то сельского. Книга такая. Желтая. Старая. Я переплел ее. Вот он ее взял. На свет посмотрел. Ну желтая. Ну видно прошлого века. Чуть не на зубок пробует. Не выдержал. Положил книжку. Походил. Игнать Тихонович. Почему вы его спрятали? Я говорю. Я не знаю чего прятать. Мне хочется взять жену под руки. Двери снять с Петерии. И уйти отсюда. Я говорю. Вообще не знаю. Вы в который раз уже арестовываете. Вот сколько меня не арестовывали? Так. В 80-е. Пять лет. Я пять лет везде ходил с особым мешочком. И в церковь. Сухарики лежат. Нижнее белье. Из рук не выпускал. И так с этим мешочком меня арестовали. А как они вас теряли? Помнишь, что кошка-то у нас заразилась? Решаем-то. А я повез в ветеринарный пункт. За мной следят. Так я им кошку-то дал. Они не успели рассмотреть, что там. Пока дернули. Я думаю, не до сумки здесь. А они обошли. И уже с той стороны меня ждут. Я бегом. Остановился. Я не знаю, что они остановились. Гляжу трамвай. Два трамвая. В какой они не знают. Ну, мой дом туда. Видимо, туда. Я на этот в церковь пришел, на колени встал. И не нашли. То есть у меня есть опыт. Однажды в магазин, в который собака у меня подсажена, деньги получала собака. Корм давали. Разбили. Хулигана огромная. Это витрина. А ювелирный. Там многое можно было взять. Она училась у меня, собака. Ее нельзя было ни прикормить, ни отравить. Ну и сигнализация сработала. Эти бежали. А милиция закрыли фанерой. К нам на работу. А соседи говорят, а его нет дома. А где он? Да сегодня же суббота. Он в церкви. И она в церковь была одна. Они пришли, меня за руку вытягивают. Вышли. Так, садитесь в машину. Там разбили. Я пришел. А продавец могла зайти? Нет, она никого не запустит. Мы ее там тренировали прям в магазине. Ну, я вошел ее. Динго. Пошли. Штурба окончилась наша. Ничего они не взяли. И поехали домой. Меня искали, находили, арестовали. А я остался живой. А которые хватали, почти никого нету. Поэтому никогда не надо сегодня сетовать на это. Прокурор меня не дождался, умер. Следователь 50, кажется, один год курят. Гаймарит умер. Я считал, Гаймарит, вообще-то сопли. Оказывается, важное дело. Это среднее. Как хотел, чтобы он мне оговорил, его обманул один. Один герой был с атакистического труда на весь район. А его овечка в отца под слисе. И он не заплатил отцу инвалиду, у которого 10 ребятишек. Безрукому. Ну, Марья там должна заплатить. Она, Афоня может заплатить. Афанасий Филиппич Чибис. Проходит время, он с директором поспорил. И через сидельник взял и повесился. Герой-то. А отец говорит, может, на мои деньги ты и петлю купил. Подохнемся, я все живу. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Ну, все, пошли. Боже, слава тебе, Боже. Боже, слава тебе, Боже. Си Христос. А там про КГБ-то ты написал.